и снова всем доброго времени суток подвалила у нас сегодня за ночь немного снежка и мы снова сегодня будем запускать дизельную технику но только будем уже запускать т-40 а м лтз 55 а вернее т-40 все его зовут и я чё так к этому делу привык а будем запускать его почему ввиду того что в ангарчике мне надо переставить кое-какие агрегаты чтобы скомпоновать место как видите работы здесь предостаточно будем запускать трактор аналогичным способом что и запускали мы мтз 82 вот вот как ни странно под ангаром вот под дверьми примерно 10 15 сантиметров щель снега никогда не бывает ну вот маленечко есть и все нам необходимо будет сегодня что сделать ну и псу может здесь и останется лтз переставить вот сюда на вот это место дровакол переставить к лодкам ну и все а здесь надо мне необходимо поставить другую технику один товарищ попросил ну и все приступаем к запуску лтз 55 а как я это делаю мороз у нас сегодня что получается градусов 15-14 такой же но передают у нас мороза до 38 аж вот и поэтому здесь кое-какую перестановку надо мне сделать чтобы было легче дальше работать облегчить свой труд а то что допустим понадобится меня какой-то трактор приходится запускать другие техники ну все приступаем к работе и так берем теплопровод подкатываем под трактор под двигатель трактора он даже маленечко не входит так как трактор стоит маленечко в ямке настолько счет тителька в тительку подгонял что-то как-то так получается но ничего страшного с этой стороны просто его включим и все как видите трактор он это изморозью покрылся затем берем нашу пушечку оба и устанавливаем ее в теплопровод воздуха вот ли он включаем в розеточку так все она у нас начала работать здесь также у меня установлен утеплитель на тракторе то есть он сейчас своего рода будет снова ташкентом происходить но мы пока пойдем очистим от ворот снег так как они у нас не откроются они у меня распашные они подъемные пипсона пока трогать не будем так как еще не запустили трактор случаи всякие могут быть тем более его долго не запускал ну все приступаем к работе итак прошло у нас 30 минут тепловая пушечка у нас еще греет подогревает трактор в целом давайте пробежимся по трактору в общем залита у меня еще летняя солярка но там остатки и мы сейчас если дай бог запустим двигатель по сразу же поедем заправим полный бак автозаправочную станцию далее стоит у меня стартер редукторный чешский 37 киловатт а вот дальше двигатели залито у меня полусинтетика масло называется авангард 10 в 40 масляный насос у меня включен так как я никогда практически не выключаю практически никогда так как это тепловой пушки достаточно чтобы полностью все прогреть стоит у нас на нем 132 аккумулятор в принципе все на что стоит обращать внимание при запуске двигателя давайте пробовать сейчас вам покажу двигатель как видите весь сухой здесь тепленький и вот он установлен у нас насос нша 50 вон находится нас во включенном состоянии в кабине аж тепло газ в пол включаем массу датчики пошли выжимаем сцепление так ну и все пробуем дыр дыр если вам видно не видно температура вон гляньте какая шестьдесят градусов нагрела представляете ну все сейчас выгоняем ипсум даем себе дорогу и едем в сторону заправки подъезжаем вот каптозаправочные станции Вот как видите, Газпром нет, какие ценники. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого сколько стоит зимняя солянка. У нас вот стоит она 50 рублей 95 копеек. Самое золотое топливо. Это самый практически простой эффект. Как видите, заправили мы полный бак. Вошло у нас 46 литров, 46 литров. Сеточку я не использую, так как пистолет отбрасывает. Вошло у нас 46 литров. Итого у нас оставалось там 20 литров где-то. Немного немало. Так как бак, насколько я не ошибаюсь, у нас здесь 65 литров. Ну и все. Теперь едем чистить снег. Сначала к родителям, ну а потом уже к себе. Многие зрители задавали мне вопрос. Как включаешь скорости, чтобы они не скрежетали, коробка. Шестерни, чтобы нормально включались. Все легко и просто. Берем, выжимаем сцепление. Отжимаем ли. Включаем понижающую скорость. И после нее, понижаячка, включаем ту скорость, какую вам надо. В данном случае я включаю четвертую. И все спокойно трогаюсь. После того, как немножечко разогнался, вот, разогнался, снова отжимаем. Двойной отжим только делаем. Пятую скорость. Вот он у нас пошел. Как положено. Но так как у нас сейчас на улице зимний асфальт везде, практически везде ровная дорога после кредеров. Мне она очень сильно нравится. Берем, отжимаем второй раз и включаем шестую. Наваливаем папочку и едем так, что аж снизу из глаз вышибает. Как-то так. Советую всем так. Рекомендую. Так переключать скорости. Без ущерба. Для коротких переменных передач. Побъезжаем на кусадьбе к родителям. Так-то их не очень сказать, что сильно замело. Грейдер уже прошел. Значит, после себя бархан уже не оставит. Ну и все, и приступаем к работе. Владимир Семенович в ограде уже все вычистил, как всегда. Молодец. Продолжение следует... Ну вот и работа у родителей закончена. Едем в сторону дома. Приехали мы домой. Теперь приступаем к чистке снега. До ангарчика. Ну и ко дворам. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и все, на этом спасибо всем, кто смотрел Еще раз вам говорю и советую Запускайте двигатели как положено И они вам будут служить верой и правой долгие-долгие годы И вы меньше в них будете лазить На этом наше видео заканчивается Спасибо всем, кто смотрел Подписывайтесь на канал Дальше будет много интересного Всем всего доброго и до новых встреч Не ломайтесь